Вместо привычных пеших патрулей сегодня на страже правопорядка конная полиция. Сотрудники отправляются в рейд по особо охраняемой природной территории Максимова дача. И делают это не одни. Компанию им составляют их верные товарищи – Донбасс и Добрыня. Донбассу 5 лет, Добрыня 6. Это карачаево-черкесская порода, поскольку они более привыкшие к таким условиям, как дождь, снег, камешки какие-то всевозможные, подъем в гору. Наши надежные товарищи, наши коллеги, наши напарники. Заезжать на территорию природного парка автомобилем нельзя. Именно поэтому сотрудники полиции отправляются в рейд на лошадях. Главная цель такого патрулирования – научить людей бережному отношению к природе. Место для конного рейда тоже выбрано неспроста. Именно здесь некоторые отдыхающие разводят костры, ломают ветки и оставляют после себя мусор. Такие действия на территории Максимовой дачи строго запрещены. Сейчас этот парк имеет статус особо охраняемой территории, что дает целый ряд ограничений, к которым севастопольцам и гостям города придется привыкнуть. Я назову только самые важные. Въезд любого автомототранспорта, разведение костров и разбивка лагерей и организация мест отдыха. Сейчас на территории парка произрастают около 500 видов растений. Из них 38 относятся к краснокнижным. Чтобы сохранить популяцию растительного мира, в ход идут профилактические беседы с нарушителями. Если же они не дают должного результата, инспекторы вправе выписать штраф. В случае выявления нарушения, соответственно, накладывается административное наказание в виде штрафа. В соответствии с статьей 8.39 за нарушение режима особой охраны предусмотрены наказания в виде штрафа в размере для физических лиц от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 20 тысяч рублей и на юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. На этом подобные рейды не заканчиваются. Конная полиция, волонтеры, общественники и сотрудники Севприроднадзора продолжат работу по сохранению уникального памятника природы. Владислав Ивенин, Дмитрий Сидоренко, Новости Севастополя.